На библейский порталок Зьед поступил вопрос, миссионерский вопрос. Не грех ли рисковать своей жизнью в экспедиции для того, чтобы поставить поклонный крест? Мы ведь храним память о людях в своих сердцах. Ну, не только ставя кресты, люди рискуют своей жизнью. Вообще, я могу сказать, жизнь сама по себе очень рискованная штука, от этого умирают. И как бы ты ни жил, конечный итог все равно будет. Другое дело, тихая смерть на унитазе, это, конечно, не есть вожделенная мечта православного христианина. Вот, задача не стоит изначально рисковать жизнью. Задача изначально стоит, как бы, поставить крест. Потому что крест, это не только тот предмет, который освещает пространство вокруг себя. Ну, наша миссионерская педиция ставила крест на самой высокой точке Забайкальского края, на пике Бам. Там стоит сейчас место тригопункта, там сейчас стоит поклонный крест. И все люди, которые хотят подтвердить свое пребывание на пике Бам, теперь фотографируются у поклонного креста. Раньше казаки устанавливали кресты, ограждая свою землю. По краям, по границе своих охранных рубежей казаки устанавливали кресты. И все знали, что если стоит крест, значит, здесь казаки. Вот такая чисто государственная функция у крестов. Рисковать жизнью, ну, всегда приходится рисковать жизнью. Знаете, даже в шахматы, когда люди играют, можно уснуть так, чтобы проколоть себе глаз, когда заснешь над ферзем. Поэтому всякое бывает. Задача не рисковать жизнью. Задача стоит выполнить то, что от нас зависит. Бог нам повелел идти и проповедовать. Говорите Христе. Бог нам сказал заботиться о наших ближних. Он не сказал нам рисковать. И поэтому, когда мы собираемся в очередную экспедицию, мы не соревнуемся друг перед другом, кто больше из нас будет рисковать. Наша задача дойти из точки А в точку Б, осуществить какие-то функции, которые мы перед собой, те задачи, которые мы перед собой арестовали, и вернуться обратно живыми, здоровыми. На сегодняшний день 9 лет экспедиционной жизни по северам Забайкальского края, могу вам точно сказать, ни один из миссионеров, кто участвовал в нашей экспедиции, не пришел домой покалеченным. Более того, никто не пришел даже больным. Ведь все нагрузки, те, которые там проходят, когда экспедиции попадают в какие-то сложные ситуации, она проходит на таком адреналине, что, простите меня, никто даже простывать не успевает. Поэтому за 9 лет мы потеряли не просто ни одного человека, мы даже раненых не привели с собой. Поэтому я не знаю, кто больше рискует из нас. Те, кто с нами ходят на севера или те, кто остаются здесь и живут здесь под страхом заболеть коронавирусом или какой-то другой заразой городской. Если человек хочет рисковать, он выбирает для этого какую-то специфическую жизнь. Кататься на трамваях, где не положено или на метро. А если человек хочет помогать другому человеку, то я думаю, что здесь имеет смысл вспоминать все-таки апостола Иоанна, Иоанна, который говорит, что нет больше чести, чем отдать жизнь за други свои. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok